всем привет друзья с вами варчик в этом видео мы снова продолжаем рубрику сыграл красиво герой данного боя получает 500 голды которые можно получить у нас на сайте картошечки не забываем об этом что каждый участник этой рубрики получает по 500 голды на этой неделе участников было побольше жаль что пару реплеев из них не воспроизвелись я не знаю по какой причине может они кривые может они старые или картошка на выпускала кучу микро патч и они поломались но так или иначе пару реплеев не удалось открыть вообще нужны только свежие реплеи я напоминаю этот бой который за неделю мне покажется самым лучшим тот и выиграл поэтому на следующей неделе присылайте ваши реплеи чеки посмотрю их и выберу самый красивый на мой взгляд на этой неделе конкуренция конечно было пожестче чем прошлый раз поскольку прошлый раз был всего лишь один реплеи чек в этот раз реплею было уже прям жменька и честно говоря каждый из тех реплеев которые открывал мог выиграть конечно же от данного героя было два реплея во втором он на лтшки на утесе ошибся стрелял очень близко к врагам засветился и умер конечно же бой с ошибкой у нас выиграть не может поэтому от второй бой где он сыграл тут было все намного лучше но давайте еще поговорим о тех кто тоже достоин упоминания был еще бой на руинберге где человек на и сет третьем принципе наколотил кучу фрагов но урон чека было мало и в принципе будет туда-сюда и закончился конечно же прикольный бой но в целом чет как-то ну так также был еще бой на 263 на рыбацкой бухте где человек приехал на центр пострелял направо пострелял налево все бой закончился да вроде мастер вроде на стрел урона но в целом тоже такое все эти ребята молодцы и все кто присылали реплеи тоже рад что еще хоть кто-то в рандоме играет на результат но победителем выбрал на этой неделе именно этот бой на canon 105 немецкая пт-шка преминая 8 уровня во первых она мне нравится во вторых малиновка на ней нужно играть активно они сидеть на баске и наш герой это показал он поехал с первой минуты на гору со своим со взводным отжали гору случайно они сделали это или по инфе я этого не знаю но в целом в команде врага всего два танка могли быстро приехать на гору и они этого не сделали наши герои сделали все правильно поехали на гору отжали ее поскольку они на быстрых танчиках захватили там преимущество заняли позиции лтшки работали внизу светляками светили наши герои сверху всех расстреливали все было разыграно правильно и хорошо в этом бою было видно что два выстрела было сделано неправильно один выстрел по льву в начале боя был вообще в никуда когда он уже проехал прострел и второй выстрел в кунзе панзер или как он там называется когда танк уже отъехал мы стрельнули как обычно не на ход видимо в каждом бою который победит в этой рубрике будет выстрел с упреждением не наперед а назад фишка рубрики также был в этом бою и неприятный момент в том что со взводного куда-то там вытолкнули или не вытолкнули не знаю как там танкисты умудряются не найти себе места в огромном лесу где находится пару танков они умудряются друг друга слить и начали в чатике там писюльки писать в 2021 году до сих пор танкисты друг другу писюльки в чатике выписывают да понимаю жопа от игры горит но какой смысл в игре это все писать это первое и второе запомните все что вы писали когда-либо где угодно в любом чате в игре world of tanks это все сохраняется и это все можно запросить и ваша писанина которую вы там по на писюлька ли через время может быть за нее стыдно поскольку она вся сохраняется я чатик уже давным давно выключил и не пользуюсь им вообще в этом нет смысла никакого кому вы там выписывайте чё вы там выписывайте тем более все ваши писюльки сохраняются мне пришлось чатик немного там замазюкать если вы не заметили дыру на пол экрана в следующий раз реплеи с такими чатиками будут менее предпочтительны к победе чем остальные держу в курсе а так в целом бой отыгран великолепно разыгран полностью отлично и хорошо единственно что я не понял там в некоторых моментах можно было блайндами спокойно наносить врагам урон поскольку они стояли весь бой под одними и теми же камнями и никуда ехать не собирались но видимо это моя любовь без засвета убивать всех кто есть в рандоме я бы их поубивал наверное еще до того как бы они засветились уж очень мне нравится без засвета всех бахать наверно здесь проблема еще в том что у картошки очень мало позиции и они все стандартные обычные и больше некуда поехать поэтому ты под них все время стреляешь и шансов что ты промахнешься не так уж и много поскольку врагам поехать больше то особо и некуда в целом замечательный бой на малиновке замечательный танчик canon 105 который обладает великолепной скоростью великолепными у венами скоростью сведения скорость полета снаряда точность пробития альфа дпм этот танк замечательное во всем единственное что у него нет башни и у него нет брони поэтому он может только стрелять ездить по карте стрелять ездить по карте стрелять все он больше ничего не может но как мы видим в таком бою этого достаточно вполне главное правильно понять что происходит в бою и как с этим боем взаимодействовать не забывайте в группу вконтакте прислать свои реплейчики чтобы на следующей неделе мне тоже было из чего выбирать победитель получит тоже 500 голды всем спасибо за внимание с вами был арчик играть красиво всем пока и и и и и и Спасибо. Спасибо.